Кулечек с кавчиком есть? Тогда пошли продолжение смотреть. Всем привет, меня зовут Екатерина и мы продолжаем проходить Тайну Долины Рос. Как я посмотрела в интернете, у нас до конца осталось три главы. На данный момент пятая, потом две следующие. Оставились мы на том, что в предыдущей серии нас заперли в музей, вернее нас отрубили. Причем так хорошенько, что мы прям пришлось ночью из музея все... Ну в общем мы поняли. И также мы все-таки пробрались в номер Кит Грейс. У нас была такая необычная маскировочка. Порасспрашивали. Конечно же не очень хорошо, потому что все закончилось, но мы зато видели письмо от Патрика. Давайте продолжим и снять все, что нам нужно. Видите, что заторможено, потому что слова себе надумать сходу не получается. Однако понять и простить. Так. Том, как ты? Только взгляни, я никогда не смогу привести это в порядок. Боже мой, ты до сих пор... Ты до сих пор хандришь из-за какой-то аппаратуры. Ничего, тебя вместят ущерб, хотя кто знает. Ну да, должно есть и это собственность редакции, вся аппаратура. Том, расскажи мне еще о себе. Откуда ты родом? Вообще-то я родился на одном далеком острове во время торнадо, в котором погибли все, кроме меня и моей мамы. Прошло несколько месяцев до того, как роскошный лайнер нас подобрал. Все детство я работал сборщиком картошки на карибских плантациях. Ну и историю. А это правда, что ли, так и было? Что-то я сомневаюсь. Что ты делал потом? Я переехал в Японию и работал переводчиком. К тому времени я выучил кучу языков. Ты можешь сказать «до свидания» по-японски? Конечно. До свидания. Хм, хорошо. Эээ, вообще-то не так. Ну, видно с то, что Том пытается спрятаться с Дамаска и как бы больше себя приукрашивать, больше истории придумывать, чтобы завлечь какую-нибудь красивую девушку. Вот. А отец у тебя есть? Да, но он пожелал остаться инкогнитным. Почему? Разве он не любит тебя? Любит? Но он не хочет, чтобы о нас писали в газетах. Он довольно известен. Кто он? Рок-звезда или что-то в этом духе? Да, он рок-звезда, и его имя начинается с И. Понимаешь, о ком я? Действительно странно, что они разгромили всё. Здесь много людей со странностями. Но зачем им понадобилась именно моя лаборатория? Ну, возможно, ты сделал какие-то фото, которые являлись компроматом. Ну, по крайней мере, я вот это вижу с точки зрения, зачем громить было. Как ты думаешь, что они искали? Должно быть, это кто-то из моих завистников решил уничтожить все фотографии девочек. Зачем кому-то понадобились твои фотографии? Из зависти. В нашей области за работу идёт борьба, а я признан в этом кругу. Что-нибудь украли? Я не могу найти увеличительные линзы, поэтому я не могу напечатать фото для газеты. К тому же все мои плёнки испортили, поэтому мне вообще нечего проявлять. Разве ты не можешь просто купить новые линзы? В этом захолустье в фотомагазине продают лишь лошадиную упряжь и детские игрушки. А чтобы заказать линзы, придётся ждать целый месяц. Я не рассказывал тебе, как поймал калибр голыми руками. Нет, я что-то не видела калибри в этом городе. Ну да. Ладно. Пойдёмте тогда в офис. Так, с кем вы поговорите? Эники, бэники, эники, бэники. Давайте я с Саймоном. Мы давно с тобой не общались. Давайте с тебя начнём. Саймон, ты не мог бы рассказать немного о себе? Где ты вырос, например? О, мне, конечно, далеко до нашего Робинзона Тома. Я мистер среднестатистичности. Нет ничего страшного в том, чтобы быть обычным. Да, но это не очень здорово. Разве ты такой уж обычный? Не скромничай. Нет, отец работает в офисе, мать библиотекарь. Живут они в пригороде. У тебя есть братья или сёстры? Нет, я единственный ребёнок. И всегда был один. Значит, ты не пошёл по стопам отца? Конечно, нет. Он может гордиться тобой. Я не знаю. Прошло уже много времени с тех пор, как мы последний раз говорили о подобных вещах. Тогда расскажи о своей маме. Она сильная женщина. Ей в жизни пришлось пройти через многое. Бедная женщина. Через что пришлось пройти твоей маме? Что? А, да, она домохозяйка. А когда муж делает карьеру, стоп, оговорился с Аймой, а-та-та. Но ты же сказал, что она библиотекарь. Да, сейчас да, но когда я родился и рос, она сидела дома и мечтала о лучшей участи. Звучит грустно. Мать принесла себя в жертву отцу. У тебя есть домашние животные? Нет, я аллергик. Ну, не буду тебя больше беспокоить. Поговорим позже. Да, но в следующий раз о чем-нибудь более интересном. Например, о тебе. Оу, Майя уже положил глаз на нас. Так, Люси, надеюсь, ты настроена с нами поговорить? Люси, ты не могла бы рассказать мне немного о себе? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Мы берем интервью у других людей, а не друг у друга. Сразу, что такие восприняло. Я подумала, что было бы здорово узнать друг друга поближе. Я не люблю людей, которые задают слишком много вопросов и читают чужие письма. Я действительно сожалею об этом. Ладно, может быть, я немного переборщила. Чем занимаются твои родители? Мама умерла, а отец безработный. Ты родом из долины роз? Да, я выросла здесь. Как давно ты здесь работаешь? Четыре года. Я пришла сюда сразу после школы. Тебе нравится здесь, в газете? Да, с Карлой иногда возникают сложности, но это ничего. Саймон милый. Да, действительно. И симпатичный. Мне тоже так кажется. Ты любишь бриллианты? Почему ты спросила? Что за странный вопрос? Мне просто интересно. Кто-то любит футбол, кто-то бриллианты. Все, я ухожу. Она была на стороже. Да, скорее всего, она не очень была рада, потому что опять тема бриллиантов и так далее. И тем более, мы же письмо видели. И кто письмо написал ей? Эмма, ты как всегда. Сейчас мне нечего в ней искать. Так, ладно. Предлагаю сходить. Куда-нибудь. Так, здесь, наверное, закрыто будет, да? Карл всегда бомбит. Боб, тем более, наверное, потому что их обоих нет. Это странно. А давайте-ка сходим к нашей сестре. Давненько мы с ней не общались. Всего несколько иглав прошло. Тем более, есть что рассказать. Нас заперли. Пообщались с Кит Грейс. И столько интриг на работе. Ну да ладно. Привет. Привет, сестренка. Расскажи мне еще о краже бриллиантов. Ты слышала о взломе? О взломе? Да. Кто-то забрался в офис и разгромил лабораторию Тома. Очень много странных вещей происходит в редакции. Я тебе рассказываю о таинственном незнакомце в пальто. Незнакомце в чем? Человек в пальто взломал наш офис. А потом напал на меня в музее. Что? Что значит напал? Я тебе не говорила. На меня напали в кладовке музея. Будь осторожней, Эмма. Это становится опасным. Ты уже была в полиции? Но у меня еще нет доказательств. На самом деле, бриллианты украл капитан Паркин. Я думала, ты сказала, это был Гриффин. Да. Но потом Паркин украл бриллианты у Гриффина. Ты имеешь в виду, что полиция крадет их у вора? Точно. Это дело намного сложнее, чем я думала. А ты знаешь, что капитан Паркин и Кит Грейс были женаты? Где он сейчас? Никто не знает. Он исчез 20 лет назад. Интересно, что на самом деле известно Кит Грейс? Она уехала в Гриффин сразу после того, как ушла из дома? Или она все-таки отправилась в Вест-Индию? Ты думаешь, она знает больше, чем говорит? Мне кажется, вариант в том, что она не поехала. Потому что 100% что-то включила с Паркером. Потому что она не получила ту кассету, которую мы нашли на крыше. И тем более, эту кассету у нас потом украли в музее. У меня чувство, что Кит кого-то защищает. Может быть, она просто хочет забыть о прошлом? Я выяснила, что у Кит и Паркера был ребенок. Как ты об этом узнала? Я нашла письмо Паркеру, отправленное из Вест-Инди. Где ты его нашла? Пожалуйста, дай мне закончить. Ребенку Кит и Паркеру сейчас должно быть около 20. Тебе известно, девочка это или мальчик? Нет, это то, что предстоит вычесть. У меня такое чувство, будто это кто-то из газет. Почему ты так думаешь? Все они были связаны с бриллиантами и скидресами. Почему бы тебе их не спросить? Я говорила с Томом. Он рассказал невероятную историю своего рождения во время торнадо на далеком острове. Интересный этот франк? Может, у него слишком бурное воображение? Он покупает множество дорогих пущей. Чем он собирается платить? Может, он рассчитывает получить от кого-то деньги? И бриллианты может быть. Да, правильно. Ювелир тоже терпикалач. Он специализируется на том, что делают копии. К нему стоит присмотреться повнимательнее. Саймон был самым скучным ребенком на свете. Если, конечно, он был. Если у него было такое скучное детство, это не его вина. История Саймона как-то не очень к нему подходит. Эй, эй, он тебе нравится, да? Он слишком мил, чтобы быть скучным, да? Прекрати. Я просто сомневаюсь, что он сказал правду. А еще я видел, как он говорил с Кирклой. И что? Он хотел взять у нее интервью, да? Ну, он только что сказал, что не будет этого делать. Тебе показалось, что они знают друг друга? Да, мне кажется, они знают друг друга очень хорошо. Он поцеловал ее в щеку. Хм, может быть, они любовники? Разве она для него не старовата? Любви все возрасты покорны. И к тому же она кинозвезда. Кинозвезда. Люси не хочет рассказывать о своих родителях. Она загадка. Что в ней такого загадочного? Она же как мышь. Зачем она ходит к Людмилеру и расспрашивает его о Гриллянде? Да, это выглядит немного странно. Потом письмо Гриффе. Может, она пишет о нем статью? А почему она такая скрытная? Может, она работает на другую газету? Нет, здесь много неясного. Я зашла в тупик, расспрашивая людей, которые не хотят говорить мне правду. Надо найти другой путь. Ты думаешь, миссис Хом знает о своем внуке? Должна знать. Но она немного не в себе. Так что она могла и забыть. Может, она и не настолько не в себе, как кажется? Может, она притворяется? Вполне вероятно. Ну да, если она бывшая актриса. Ну ладно. Стать им надо. А там, кажется, Люся сидит, да? Да, Люся. Извини меня за письмо. Я не хотела шпионать. Что ты хочешь узнать? Я хотела спросить, почему ты вдруг недавно так разозлилась, когда мы разговаривали? Может, я немного любопытна? Немного любопытна? Ну, я не хотела никому причинять вреда. Я видела несколько газет, где твои пищи. Что за статья о бриллиантах ты пишешь? Да так. Я иногда пишу так просто, фантазия. Я все еще не понимаю, почему ты не хочешь говорить о своей семье? Мне нечем похвастать. Мой отец бриллиантовый вор. А, все-таки, да, я была права, Гриффин является отцом Люси. А тогда, смотрите-ка, получается, если Паркер украл, то, видимо, все свалили на Гриффина. А Гриффин, наверное, работал в музее. Ну, тогда, да, понятно, почему Гриффин безработный. Гриффин? Он твой отец? Да. Я вынуждена была жить с этим позором. Все мое детство. О, теперь я понимаю. Настя. Кража бриллиантов – это его единственное преступление. С тех пор, как он вышел, он живет честно. Но люди здесь до сих пор видят в нем вора. Поэтому мне приходится заботиться о нас оборит. Как жаль, что люди не умеют прощать. Да, за это он заплатил сполна. Но люди думают, что бриллианты все еще у него. Да, блин, он же не крал. Просто ему, видимо... Ну, действительно, сейчас складывается вот такая цепочка. Сначала Паркер украл. Но при этом забоялся и хотел признаться, но его кто-то кокнул. Допустим. Потом эти же люди, которым кокнули Паркера, решили подставить Гриффина. И при этом угрозили Гриффина тем, что вот если так сделать, то мы, например, ту дочку, не дай бог, то-то-то-то-то и так далее. Вот так более такая картина вырисовывается. Почему Гриффин говорит, что он украл? Тебе должно быть тяжело заботиться о нем тоже. Как ты справляешься? Я иногда подрабатываю. Ты работаешь на другую газету? Нет, Карла тут же узнала бы. Люси, я за тебя волнуюсь. Ты не занимаешься ничем незаконным. Нет. Почему ты так думаешь? Менюнир сказал, что ты часто приходишь и расспрашиваешь его о подделках. Я просто веду расследование. Ты пишешь статью о грианте? Нет. Ой, я думала, мне удастся сохранить это в секрете. Что? Я пишу детективу. Правда? Здорово! Это как раз таки она и написала ту книгу, которую мы взяли у Деби. Как называлась твоя последняя книга? Миллион в руках. У меня она с собой. Так Карен Хейн, это ты. Я слышала, что книга очень интересная. Спасибо. Я знаю. Почему ты не хочешь, чтобы все узнали, что ты писательница? Карли, это не понравилось бы. Ты же знаешь, какая. Но когда я заработаю достаточно денег, я уволю. Наверное, рассказы отца вдохновили тебя. Да. В тюрьме он узнал множество криминальных историй. Что ж, в том, чтобы быть дочерью бриллиантового вора, есть свои плюсы. Да, можно и так сказать. Кажется, ты его очень любишь. Он самый милый человек на свете. Но, к сожалению, не слишком благоразумный. А это правда, что бриллианты не улыбнуты? Да, я уверена. Он всегда был очень беден. Полиция считает, что он их спрятал. Но они их так и не нашли. А ты думаешь, у него был сообщник, который его перехитрил? Папа поплялся, что был один. И я ему верю. Папа вообще не людин. Твой отец никогда не говорил о том, кто мог украсть у него бриллиант. Папа не хотел возвращаться к этой теме. Он пытался забыть об этом. Кажется, об этом не забыл никто. Нет, к сожалению. И ты не могла бы рассказать мне немного о твоей следующей книге. Я дам тебе прочесть, когда закончу. Но не говори никому в газете, хорошо? Не волнуйся, не скажу. Увидимся. Увидимся. Так, мы поговорили. Возвращаемся обратно в офис. О, как же интересно идет сюжет. Так, сейчас я должна вспомнить, что же мы должны дальше сделать. Точно в офисе, но не помню. Наверное, нужно снова со всеми поговорить, кто в офисе. Потому что что-то я припомню, что мы должны с Томом как-то поговорить. Или, по крайней мере, уговорить на что-то. Привет. Чем занимаешься? Ничем, естественно. Без лаборатории я не могу ничего делать. Я как рыба без воды. Мне очень жаль. Ты не представляешь, как мне жаль. Мне кажется, я поседею от стресса. Кстати, о волосах. Как тебе моя новая прическа? Никто еще ничего не сказал. А они должны быть такими неровными? Нет. Просто я так стою. Я вряд ли когда-нибудь подстригу волосы. Мне нравится, как есть. Удивительно, как волосы отражают характер человека. И что мои волосы говорят обо мне? Что ты лох и самолюбив, и не удачник. Извините. Так, что ж такое ответить-то? Возможно, люди не понимают, что в глубине души ты отличный парень. С первого взгляда я могу показаться немного грубым. Я думаю, что стрижка поможет тебе приблизиться к своему образу. Не, я не думаю, что делать стрижки. Может, я должен больше работать над собой? Но стрижка это все, что тебе нужно. Мы не могли бы сменить тему. Упс. Вчера вечером я смотрела старые клипы с Майклом Болтоном. Вы с ним немного похожи. Что? С Майклом Болтоном? С этим слащавым, слезливым музыкантишкой? Да, с ним. Когда он еще не постригся. Неправда! О, боже мой. Так, Майкл Болтон. Я в детстве, может быть, и слышала, но... Не вспомню, кто это. Надо посмотреть в интернете, если не забуду. Но он выглядит неплохо. Моя бабуля обожает его. Тебе что, нужны очки? Мы же ни капли не похожи. Как настоять на том, чтобы наш фотограф по имени Том подстригся. Я не первая, кто заметил сходство. Может, он твой кузен? Да. Остальные тоже так сказали? Да, естественно, да. Когда я только устраивалась сюда, мне сказали, что Том – это парень, похожий на Майкла Болтона. Если бы ты постригся, ты был бы похож на Антонио Бандераса, а не на Майкла Болтона. Кстати, да. Антонио Бандераса. Неплохо. А не буду ли я после этого выглядеть, как стриженный Майкл Болтон? Нет. У тебя лицо Бандераса, а прическа Болтона – вот в чем дело. Может, мне действительно нужна стрижка? Я должен заботиться о своем имидже. Ты знаешь хорошего парикмахера? Знаю, знаю. Иди в салон прически Дебби. Надеюсь, ты была не у нее. Нет. Я бы с удовольствием, но не могу себе этого позволить. Салон Дебби очень модный. Да, очень. Ладно, сделаю попытку. Мне кажется, потом нас Том убьет. Колоссальный убьет. Еле просто не выйдет он на работу. Так. Немножко, как мне показалось, по звуку фризится. Не знаю почему. Саймон, давай еще поговорим. Привет. Привет. Он так ответил, как будто бы мы его выбесили. Так приятно, когда ты только что постриглась. Да. Ты видел последний фильм с Томом Крузом? Он такой классный со стрижкой. Да, а что это ты вдруг так заинтересовалась Томом Крузом? Ты немного на него похож. Ага, значит, ты считаешь, что я классный. Я сказала, со стрижкой. Подожди, получается, Эмма хочет всех созвать туда, да? А я сейчас только поняла, почему наша героиня решила позвать Тома в парикмахерскую, позвать Саймона. А вы помните то, что мы обещали Миссис Холмс как раз таки отвезти в парикмахерскую? Так вот. Эмма как раз таки узнает реакцию Миссис Холмс, увидев внука или внучку. В общем, короче, таким образом мы узнаем, кто сын Кит Грейс. Только интересно, почему такой малый круг был. Люси, конечно же, сразу отпадает, но... А почему именно из нашего офиса? Вот интересно. А вдруг там, на самом деле, сын или дочь... Не знаю, вообще в другом месте. Может, это вообще весеннее. Хотя нет, весеннее, он вообще старик. В общем, ну что поделать, совпадение, совпадение. Ты выглядишь как Том Круз в 80-е. Ведь уже 21-й век. Саймон, сделай стрижку. В 80-е? Решай сам, но мне кажется, тебе нужно постричься. Нет, я буду сидеть здесь и ждать, когда стиль 80-х снова войдет в моду. Ну, кстати, ну, вроде бы, стиль уже недавно был, хотя могу и соврать. Ну, вот по поводу того, что сейчас 21-й век, вот игра нулевых годов, действительно, поначалу вот так все выглядело. То есть еще пока не было смартфонов, не было кнопочных телефонов. Были только серые компы, а в год, не помню каких, вначале точно нулевых, пейджеры были, но потом вышло из моды такой девайс. Вот. А потом уже как раз-таки с 2005-го, что ли, начали появляться кнопочные телефоны. Может, чуточку и раньше, а потом уже с портфона. Напишите в комментариях, кто помнит хронологию появления все новых ништяков 21-го века, пожалуйста. Не проще ли просто постричься? Тебе действительно это пошло бы. А без обид, но я не совсем уверен, что ты можешь дать в этом деле хороший совет. Знаешь что? Том идет стричься. Что? Я думал, скорее ад замерзнет. Я думаю, что Том будет выглядеть очень здорово. То есть, его волосы. Неужели волосы это так важно? Волосы это часть твоей индивидуальности. Ты же должен понимать. А, кстати, еще напишите в комментариях, вы бы пошли бы в парикмахерскую, если ты общаешься с коллегой, который тебя просто настаивает, просто настаивает, заставляет просто идти туда. То есть, отказов не принимается. Вот вы бы пошли бы, я бы нет. Не надо, Эмма. В таком случае я пас. Обычно я стригусь у Деби, но на этот раз я решила постричься сама и получилось не очень удачно. Да, все так и было. Они очень быстро отрастут. У меня, кстати, хоть и не настолько короткая прическа, как Уэммы, но... Действительно, волосы быстро отрастают, прям моментально за месяц. Прекратите меня дразнить. Я знаю, что не очень хорошо получилось. Думаю, я буду отращивать волосы. Какой ты все-таки вредный. Не может же это быть так плохо. Я... Я думаю, ты выглядишь здорово, серьезно. Это та Деби, у которой я брала интервью. Подруга детства Кит Грейс. Да? И что? Кажется, что она знает очень много о прошлом Кит Грейс. Но как только она узнала, что я из газеты, она замкнулась. Видимо, она больше любит сплетничать с посетителями, чем журналистами. Это плохо. Да, потом я поняла, что наделала. Но было уже поздно. Боб должен был отправить тебя вместо меня. У тебя больше опыта. Так я упустила сенсацию века. Не принимай это близко к сердцу. Тебе просто не повезло. В любом случае, я не думаю, что все потеряно. То есть, ты пойдешь туда сам? Здорово. Но ты же сказал, что не хочешь стричься. Сенсация века важнее прически. Я сделаю это. Нужно было просто сказать, что я лох в журналистике, а ты профессионал. Иди. Все. Больше ничего не нужно было. И, наверное, завершающим с штрихом, именно с штрихом, будет визит к миссис Холмс. Получается. Так. Перемещаемся в старый город. Как давненько мы не были, а именно целых, не двух, целые две главы мы здесь не были. Надеюсь, старушка наша проснулась. А то она так мечтала в среду сходить и подстричься. Пожалуйста, входите. Дверь не заперта. Спасибо. Здравствуй, Эмма. Мне так хочется сделать новую прическу. Это, знаешь, это так выглядит, как светлощадь с бомбом в офисе, когда в первую серию я там комментирую. И тут то же самое. Наконец-то я постригусь. Ура! Ура! Да, да, давайте пострижемся. Да, да. Блэ. Боже мой. Я как раз пришла для того, чтобы проводить вас к Дебби. Я обожаю ходить в парикмахерскую. Никто не может сделать мои волосы такими красивыми, как это делает Дебби. Вы будете выглядеть прекрасно. Я бы хотела иметь личного стилиста, как у Сью. Да, я думаю, кроме того, вам неплохо было бы походить по вечеринкам и премьерам. Последний раз я была на премьере сто лет назад. У Сью такие чудесные светлые волосы в меня. Ее отец был лыс, как бильярдный шар. Правда? Будем надеяться, что, когда вы выйдете от Дебби, вы не будете на него похожи. Ну, посмотрим. Пришло время пострижаться, миссис Холмс. Отлично. Дебби точно знает, что мне нужно. Блин, бедный Том. Ну, ладно. Что такой парень, как ты, делает в таком месте? Прекрати ты меня, выдашь. Саймон! Мой малыш! О! Бабушка, что ты здесь делаешь? Мой драгоценный мальчик. Подойди, поцелуй бабулю. Конечно, но как? У бабушки нет сегодня для тебя конфеток. Но завтра я тебе принесу. Так ты внук миссис Холмс? Да. И, следовательно, сын Кит Грейс? Да. Ну, надо же. Это не честно, подставлять людей, Эмма. Так как насчет того, чтобы покраситься? Никак. Я думаю, что покрасившись, ты будешь казаться умнее, Сайми. Почему бы тебе не попробовать? Нет, я должен идти. Тебе и правда нужно постричься. Сзади волосы длинноваты. Мы не могли бы сменить тему. О, он такой темпераментный. Мне это нравится в мужчинах. Ты уже уходишь, Сайми? Да, бабуля, мне пора. Но я скоро приду тебя навестить. Я люблю тебя, мой мальчик. Я тебя тоже люблю, бабушка. Походу, мы Саймона обидели. Сначала Люси, а потом Саймон. Молодец, Сэмма. Как всегда, обожаешь ломать комедию. Ты выглядишь здорово, Том. Нет. Хм, я не уверен. Правда, правда. Ты просто еще не привык. Вот и все. Это же последний писк моды, клянусь. Правда? О, еще как. Я могу проводить домой миссис Холмс. Это очень мило с твоей стороны. Миссис Холмс, это мой коллега, Том. Здравствуй, Том. Какое странное имя для девушки. Нет, нет. Том не девушка. Он здесь, чтобы постричься. У девушек обычно волосы длиннее, а у тебя слишком короткие. Кажется, они не знают друг друга. Вот очевидно. Вы уже сами догадались, то, что внук, миссис Холмс, это Саймон. Вы хотите, чтобы я отвезла вас домой, миссис Холмс? Нет, не волнуйся, дорогая. Обычно Дебби меня провожает. Ну, ладно. Выходим тогда из парикмахерской. И, по идее, должна начаться следующая глава. Да, шестая глава. Я думаю, на этом остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И до скорой встречи. Всем пока. Ну, продолжим потом.